Они надевают защиту на грудь и искренне обижаются, когда получают кулаком в нос. Особая категория спортсменов, женщины-боксеры, в эти дни сражаются за Кубок Уральского федерального округа. 140 отчаянных девушек бьются ничуть не хуже мужчин. Страсти на ориенге кипят такие, что назвать девушек боевыми подругами никак нельзя. О том, сколько слез проливают дамы ради заветной медали, расскажет Юлия Львова. Женский бой, он трудный самый. На ринге они не дают друг другу поблажек. Удары, как словесная перепалка, сыплются градом. Градус бою добавляет и группа поддержки. Удар в лицо здесь самое колкое оскорбление. Не столько больно, сколько обидно. Разбитый нос и вовсе целая трагедия. Победители не плачут, а вот проигравшие дают волю эмоциям. Даже на тренировке плачут. Плачут, потому что не получается. Обидно, что проиграли. Ну да, они даже лучше парней выводы делают хотя бы. Нужно усилия где-то прибавить, режим. То есть работают над ошибками сразу. Нижний Тагил на четыре дня превратился в столицу женского бокса. В городе впервые проходит подобный турнир. Его инициатором стала абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. Сегодня спортсменка сменила форму на платье, а перчатки на маленькую черную сумочку. Свою карьеру Наталья Рогозина начинала в Тагиле, в 90-е. Девушка-боксер в городе чувствовала себя настоящей белой вороной. Раздевалка мужская, мне надо подождать, посидеть. Душ один, два, я сижу, жду, когда они там помоются. Ты помоешь. Да, и когда я. Ну то есть некоторые там пропускали, джентльмена, а некоторые говорят, сидишь, жди. Со временем стереотипы изменились. Об этом говорят и цифры. На первенство Уральского федерального округа по женскому боксу приехало 140 представительниц прекрасного пола. В отличие от мужских боев, где три раунда по три минуты, у девушек четыре раунда по две минуты. Вот одеваем бандану, волосы выбираем, чтобы не мешались в бою. Грудь прикрывает специальный нагрудник. Он смягчает удары противника. Без этих простых вещей, говорит спортсменка, на ринге и минуты не устоять. Несколько лет назад пение и танцы Люба сменила на совсем не женское занятие. Папа говорит, что хотели мальчика, а получилось девочка первая. Я говорю, ну вот, папа, давай осуществлю твою мечту, буду заниматься спортом каким-нибудь. Поддержать боевых подруг пришли мужчины-боксеры. За ходом сражения они наблюдают с большим интересом. Однако считают, бокс женщину совсем не красит. У них лицо постоянно разбитое, синяки под глазами, нос уже такой сломан. Хотя, опять же, глядя на Рогозину Наталью, не скажешь, да. Она и боксирует, в принципе, не дает по силу ударить. И после боя всегда выглядит хорошо. Но девушки с ней ни в корне не согласны и называют бокс искусством. Кроме того, полученные навыки позволяют при необходимости и постоять за себя. Тренер Натальи Рогозиной украдкой от чемпионки рассказал, как в начале карьеры она пускала в ход свой железный кулак. Вор раз как-то в магазине, сумку раз как-то, никто не понял, что лежит уже, что украл мне кошелек. На закрытие чемпионата Наталья пригласила Николая Валуева и Алину Кабаеву. Спортсмены с мировыми именами приедут в Нижний Тагил 7 февраля. Чемпионка мира уверена, этот визит придаст статус первенству и поклонников женского бокса станет еще больше. Юлия Львова и Александр Солдатов. Новости Екатеринбург.